Добрый день, уважаемые отдыхающие. Приехал посмотреть храм истины, приехал сам на скутере. Вход здесь получается 500 бат, билет если покупать на месте. Экскурсии везде по-разному стоят. Сейчас иду покупаю билет и зайду посмотрю что там. Это вот все привозят туристов, люди сами приезжают. Пойду, билет приобрету и посмотрю. Историю о храме почитал, не такой он старый храм. Воссоздать решил человек умение старых мастеров и начал производить такую красоту. Насколько я владею информацией, храм построен без единого гвоздя. Делается полностью, он из тикового дерева и по настоящий момент он продолжает строиться. Можно на лошадях прокатиться. На русском языке написано пожалуйста сначала купите билет в кассе, прежде чем входить, пойдем по стрелкам. Здесь еще не было, не знаю. Кругом обошел. Гребна заготовки. На квадроциклах можно здесь покататься. Здесь тир. Здесь страйкболк наверное можно поиграть. А вон касса тикет написано. Я мимо ее прошел. Здесь же кафе есть, можно перекусить. Вон касса тикет. Вон касса тикет. Вон касса тикет. Дети бесплатно от взрослых 500. Вон касса тикет. Приклеили вот такой номерок. Пойду гулять 500 бацдач из тысячи дали. Что-то написали. Написали 270, непонятно Ну и Стоимость 500 Ладно, идем Поздороваются Народ гостеприимный Ну, как гостеприимный Добродушный Все улыбаются Не будешь барагозить Никто к тебе приставать не будет Развлечения разные Ну, в принципе, здесь можно Походить, поиграть Но все платно Все дополнительно надо оплачивать Заработать Люди работают Это веревочный парк Веревочный парк Веревочный парк, там внизу, наверное, крокодилы Нет, не вижу крокодилов Утки и куры там, крокодилов нет Ладно, приехал посмотреть храм, иду смотреть храм Мини-зо Мини-зоопарк Здесь тоже кафешка есть Мини-зоопарк 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 Веревочный парк А сейчас спущусь туда. Спасибо. Орвали корешок билета. И здесь вниз по деревянной лестнице. Тенек, хорошо посидеть можно, площадки сделаны. Ручей какой-то. Ручей какой-то. Какое-то шоу идет. Народа много. Лошади, слоны. Пойду к слонам подойду. На слонах покататься можно. Красавцы. Ворота водные сделаны. Ворота. Ворота. Храм истины его называют. Конечно, это уже место туристической местности. Ворота. Если вы хотите, то я буду начать с лагерой. В Европе, да? 5 минут. Всё, ручная работа. Субтитры создавал DimaTorzok одни гвозди кругу тоже тенек ожидания здесь спускают по очереди лифт есть даже для инвалидов такая красота из дерева вот мы идем вот там ход вот мы пришли к ходу вот такой кран изнутри тоже людей с арестовыми птицы летают люди работают вырезают очередной орнамент и вот так вот ведет ежедневный труд ежедневная сборка это все все руками молодцы что сказать вот так вот вот так вот вот так вот лестница куда-то наверх информация тоже на дереве вот это арка вообще такая громоздкая смотрится понятно что у нас собрано из частей но красиво все резуное ребята работают вот так вот так вот вот так вот честно говоря я гвоздя сам лично ни одного не увидел но вот эти отверстия оставляю подразумевать что это все-таки забиты гвозди без шляпок хотя крупные детали вот они они деревянными штифтами прикреплены здесь тоже леса 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 работа идет полным ходом вот такой от рукотворный красивый храм а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ветер попробовал динамик закрыть Леса внутри, леса снаружи Работа продолжает вестись Каждый день сборы, конечно, большие По финансам, но и затраты, я думаю, тоже Приходится мало того, что изготавливать новое Так еще и реставрировать старое Потому что дерево все равно имеет Структуру стареть Но вот такая вот высота Такого грандиозного, красивого сооружения Рад буду, если кому-то это понравится На этом все Всего вам доброго Здесь еще увидел на улице Станки И вот заготовки Режут здесь статуи А потом уже устанавливают Ну и о гвоздях Хорошо видно, что гвозди есть Все-таки их потом шлифуют И прячут Но все равно Это очень красиво А здесь Воссоздают храм В миниатюре Тоже работы ведутся вовсю Показаны основы Как он заложен Храм Какие лаги Какие стропила Это все должно Нести большую нагрузку Ну а здесь цех По производству Магазин Проход через магазин Чтобы люди не забывали Оставить здесь средства Можно гида взять Здесь даже есть Русскоговорящие гиды Он расскажет Историю Куда-то я не туда забрел Иду обратно Получается проход через цех Какой большой токарный станок по дереву Целое бревно зажимает Все Кипит Все это будет крепиться Как я и говорил Уже это тиковое дерево Ну вот А теперь все Можно сказать Всего вам доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому